Как разогнать наш процессор? Если вы хотите выжать от своего процессора какую-то производительность, можно попробовать и разогнать. Вам нужно позабочиться о хорошем охлаждении. Если что-то пойдет не так, друзья, а такое случается, что компьютер просто не включается, то вам придется лезть в системный блок, чтобы сбросить BIOS и заново все настраивать. Вам стоит вытащить батарейку, которая находится сбоку, называется CliArtsmos. И с помощью него вы все настройки BIOS сбрасываете Core i5-3330. Это у нас на 3 ГГц. Перезагрузим наш компьютер, чтобы войти в BIOS. Нажимаем меню пуск и перезагрузка. Кликаем клавишу F2 для запуска BIOS. Мы вошли в BIOS и в BIOS нужно найти параметр, который отвечает за overclock, то есть разгон. Это называется как вкладка OS Tweaker. Если мы приглядимся, то здесь такой значок как OS Tweaker. У меня BIOS UEFI, более свежий BIOS и в нем все на английском. У вас может быть на русском языке, так даже лучше будет. Есть вкладка CPU Configuration, которая отвечает за разгон. Режим авто, а также all-core, pair-core. All-core означает это все ядра. Pair-core какой-то из ядер. То есть, если мы выберем all-core, значит мы можем все ядра поднять. Это его частоту. Можем поставить pair-core. Значит, pair-core все четыре ядра. Вот один-core, два-core, три-core, четыре-core. Можем какую-то из ваших ядер поднять больше, какую-то из них меньше. Можете поставить. Ну, вот так вот примерно. Допустим, 30, enter. Ну, почему-то не меняется. Ну, 34 не меняется. Вот третье ядро 31, 30. То есть, первое ядро будет по 32, 3,2 гигагерса. А третье и четвертое будет 31 и 30. Чтобы все ядра было на максимум, мы ведь хотим на максимум выжимать all-core. Выбираем all-core, значит мы все ядра меняем. Сейчас по умолчанию стоит 30, это значит 3,0 гигагерса. Мы можем выставить, допустим, не 3,0, а можем поставить, допустим, самый максимальный, 4,0, enter. Но максимум он разгоняет до 3,6 гигагерса. Но будет ли он стабилен на 3,6 гигагерса, я не знаю, друзья. Host Clock Override BCLK. У меня стоит минимально 95 мегагерс, максимальный 150. По умолчанию выставлено 100. Также процессор, если мы нажмем процессор, то можем видеть инструкцию, как здесь description. Пустим 110 выставить, ну хотя бы так. Потихоньку, друзья, сначала немножко разгоняйте, не 3,6 допустим поставите, а 3,2,3,1 гигагерс. Проверяйте стабильность, если у вас нету синих экранов смерти, нету никаких подвисаний, лагов, тогда можете еще немножко подразогнать. Все надо делать постепенно, не надо сразу выставлять максимальное значение, а после этого ваш компьютер просто в зависон уходит и вы не знаете, что делать. Где вы неправильно сделаете. Сохраняйте свой профиль, допустим, save1stuserdefault, выставляйте разгон, допустим, 3,6, назвайте любым именем и сохраняйте. Вот я, допустим, сохранил свои настройки биоса, в случае чего я могу загрузить эти настройки, лот, допустим, загрузку этого профиля. После того, как вы загрузили профиль, уже меняете немножко меньше. Вот, ну вы меня поняли, надеюсь. Теперь все это настройки сохранили и перезагружаем. Обязательно нужно сохранить настройки биоса перед перезагрузкой, чтобы все не слетело. Выполняем перезагрузку нашего компьютера, смотрим, загрузится ли с этими настройками наш биос. Потому что, видите, вот наш компьютер выключился и пытается запуститься. Если сразу не запускается, значит, что-то не так вы сделали. Значит, вы в биосе. Вот у меня, допустим, не загрузился, значит, я повторно вхожу в биос. Цепую радио ставлю не 3,6, ставлю 3,2 ГГц, допустим, меньше. И таким способом сохраняя настройки и перезагружаем. Вот, он уже не стартует, друзья. Вот видите, уже. То есть, циклическая перезагрузка. Наша операционная система была запущена. Если у вас разгон прошел неудачно и вы не знаете, что делать, ваш компьютер циклический перезагружается, в этом случае вам поможет просто сброс биоса. Сброс биоса до заводских настроек по умолчанию. Для этих задач вам нужно добраться до его батарейки, которая находится снизу моей видеокарты. У вас может расположение быть на разных сторонах. Вашей материнке. Здесь он находится под видеокартой. Он прям спрятан. Это батарейка Kaliar Smos, в котором хранятся все настройки биоса, которые вы выполняли при разгоне. Давайте доберемся до его батарейки. Вот я его извлек. Вот такая вот батарейка. После этого эту батарейку нужно подержать некоторое время, минуту-две, потом на место вставить. После этого будет сброшен биос до заводских настроек, ваш компьютер автоматически включится, вам нужно настроить дату и время в биосе, а также настроить повторно. Заново настраивайте биос на разгон и пробуйте. Если у вас повторно такая же ситуация случается, значит вам нужно также батарейку вытащить и повторно включить. Продолжение следует...